Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Алина Сазонтова. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В наличии вакцина есть до 2000 доз. Население, в принципе, достаточно активно прививается. Запись у нас также есть. Первые по безопасности в Десногорске наградили победителей конкурса по охране труда. Союз волонтёров и лесничества. Совместная акция по уборке территории. 18 мая состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Уже традиционно в дистанционном формате руководители подразделений города доложили главе Десногорска Андрею Шубину о текущей эпидемиологической ситуации. Нарастающим итогом всего за время пандемии в Десногорске выявлено 2239 положительных тестов на ковид. Выздоровело 2162 человека. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в городе выросла. Был зарегистрирован 21 случай заражения инфекцией и 12 случаев заболевания пневмонией. В основном жертвами ковид-19 становятся люди старше 50 лет. В то же время в МЦЧ-135 активно продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привито 5279 человек, вторым, то есть окончившим вакцинацию, 4642 человека. В наличии вакцины есть до 2000 доз. Население в принципе достаточно активно прививается, запись у нас также есть. И сейчас несколько активизировались предприятия, вновь стали поступать запросы от руководителей учреждений города. Мы также формируем либо бригады выездные, либо прививаем предприятия амбулаторного на свои территории. 16 апреля 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 13, утвердившее правило для прибывающих на территорию России и за границей. Согласно документу с 1 мая, россияне, возвращающиеся из-за рубежа, теперь должны сдать два теста на коронавирус. Требования о двойном ПЦР-тестировании действуют и для привитых туристов. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток. До получения результатов этих исследований необходимо самоизолироваться на дому. Если результаты будут готовы и они отрицательные, люди могут уже идти на работу. Несмотря на вакцинацию, масочный режим остаётся обязательным. Представители администрации продолжают контроль за соблюдением противоэпидемических мер в торговых объектах города. Конечно, продавцы у нас в масках находятся, но посетители, конечно, 50% те, которые соблюдают масочный режим. Но наши специалисты отрабатывают эти моменты, но хотелось бы, конечно, чтобы ещё сотрудники полиции подключались. Согласно указу губернатора Смоленской области, режим повышенной готовности продлён до 31 мая включительно. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Гесна-ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 71 сообщение о происшествиях. Из них 9 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 50 административных правонарушений, в том числе 33 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечён 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 7 человек. 20 мая в администрации города прошло награждение победителей ежегодного городского конкурса по охране труда. За высокое чувство ответственности за жизнь и безопасность коллег, лучших уполномоченных по охране труда, наградил заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Важнейшая задача каждого руководителя – это сберечь жизнь и здоровье своих работников. Вы с этим успешно справляетесь, вы показываете лучшие результаты как в нашем городе, так и в области. За лучшее состояние условий и охраны труда были также награждены предприятия, организации и учреждения города. Первые места в конкурсе заняли филиал «Смоленск Атомтехэнерго», «Полимер», «Электроцентромонтаж», «Детский сад Аленка» и «Детская художественная школа». Мы прежде всего заинтересованы, чтобы учащиеся, которые приходят в художественную школу, обучались в комфортных, безопасных условиях, чтобы преподаватели, которые вкладывают свой труд в обучение детей, работали в комфортных, безопасных условиях. И это почетная грамота, лишнее подтверждение, что такие условия в нашей художественной школе созданы. Виталий Волков, Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Весь апрель в Десногорске проводился месячник чистоты, в рамках которого улицы города были очищены от мусора. Теперь кампания по уборке окружающей среды выходит за пределы городских территорий. 19 мая представители муниципального волонтерского штаба и Десногорского городского лесничества провели совместную акцию. Добровольцы очистили от мусора часть лесного массива в районе скалодрома, ведущего от главной дороги до береговой линии. Леса города Десногорска испытывают большую атропогенную нагрузку вследствие высокой посещаемости. Недоросовестные отдыхающие оставляют после себя мусор. Отсутствие культуры уборки мусора у отдыхающих – главная причина загрязнения леса и прибрежной зоны. Особенно остро эта проблема стоит в летний период, когда на пляже Десногорска устремляются жители и гости города. Мы прекрасно понимаем, что наш город, наше побережье, наш лес очень привлекателен для вас. Но, пожалуйста, если вы приезжаете к нам в гости, не оставляйте за собой мусор. В конце выпуска о погоде. 25 мая в Десногорске ожидается переменная облачность. Днем температура до плюс 18, ночью до плюс 8. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!